Тем временем, накануне депутат Мажелиса Азад Перуашев поделился с коллегами интересной информацией. По его данным, из Казахстана в офшоры были незаконно выведены 167 миллиардов долларов. Сумма сопоставима с размером всего внешнего долга республики, заявил Перуашев. Лидер парламентской фракции Акжол обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел Муктару Тлеуберди. В частности, он предложил направить представителей партии в состав спецгруппы ООН. Напомним, ранее стало известно, что в Лиге наций создадут специальную группу, которая займется возвратом незаконно вывезенных активов. Конечно, такие астрономические суммы являются скорее экспертной оценкой, нежели доказанным фактом. Но и один из бывших представителей Нацбанка назвал сумму более 100 миллиардов долларов выведенных средств. Депутатская фракция демократической партии Акжол призывает Министерство иностранных дел Республики максимально использовать потенциал создаваемой спецгруппы ООН. Но ежегодно в результате незаконного обращения средств государства всего мира теряют миллиарды долларов. Даже когда правоохранительные органы находят украденные активы, их не всегда удается вернуть. Из-за разницы в законодательствах. Именно поэтому ООН создает специальную группу по возврату выведенных коррупционерами в офшоры народных денег. Сейчас цитата. Средства налогоплательщиков не должны оседать на счетах коррупционеров в зарубежных банках или вывозиться в офшорные зоны. Эти деньги необходимо находить и возвращать в страны их происхождение, где они должны пойти на создание рабочих мест, строительства больниц, школ и дорог. Официально о создании группы ООН высокого уровня и ее полном составе будет объявлено в начале марта. Ее сопредседателями назначены бывший премьер-министр Дании и бывший премьер-министр Нигера. В состав группы войдут представители всех регионов, как мужчины, так и женщины, добавили в ООН. Ну и тему продолжим сегодня в студии с депутатом Мажелиса парламента от фракции Акжол Меруэрт Казбековой и с экономистом-экспертом Жангильды Шимшиковым. Добрый день. Ну, возврат похищенных государственных активов, то проблема, как мы видим, не только наша, но эта проблема носит мировой масштаб. Он сообщил, что к марту будет обозначен состав комиссии. Ну и Азат Перуашев настаивает на том, чтобы депутаты вошли в рабочую группу от нашей страны. О чем это говорит? Есть какое-то недоверие государственным органам в этом вопросе? Нет, почему. Во-первых, наш депутатский запрос, оглашенный Азат Толбековичем, он был именно направлен в МИД. Вы знаете, что ООН о том, что будет создана такая группа, где-то в конце января заявила, по-моему, 29 января, если не ошибаюсь. И с 1 марта уже будет объявлено, каким образом состав. Поэтому мы неоднократно, наша фракция, неоднократно с 2012 года поднимала этот вопрос. Десятки, если вы поднимете, десятки депутатских запросов партии Ахжул именно на эту тему. Мы предлагали и Европарламенту создать совместную группу по возврату денег. Мы говорили о тех счетах, которые в офшорах были объявлены. Говорили, чтобы объявили их фамилии, тех, которые владеют. Именно фамилии чиновников. Пусть просто, если это честно нажиты трудом эти деньги, то ничего страшного, они могут показать доказательную базу. Поэтому сегодня, именно почему мы обратились сразу же после объявления этой группы ООН в МИД, о том, что ООН заявил о том, что будут участвовать все регионы. Он не сказал, что будут участвовать страны. И для Казахстана очень важно. Сегодня, по данным экспертов, выведенная сумма в офшоры, она равняется практически внешнему долгу Казахстана. Что-то около 200 миллиардов долларов. 167 миллиардов, по данным экспертов. Поэтому мы заинтересованы, наша страна заинтересована именно попасть в эту группу. Попасть в эту группу экспертов, потому что неясно, это будут ли регионы, может быть, центрально-азиатские, или это будет просто страна. Поэтому я думаю, что мы обратились к МИДу о том, чтобы там же есть определенные процедуры, чтобы мы не опоздали, чтобы сегодня МИД принял какие-то меры со своей стороны, вышел на ООН, переговоры. Пока мы еще не получили ответ. И думаю, что почему мы предложили именно депутаты, не только фракции Ахжол, депутаты парламента, потому что депутаты являются именно представителями народа, представителями, которые могут артикулировать эту информацию правильно. И, конечно, мы предложили именно, чтобы фракция Ахжол свои кандидатуры, потому что мы считаем, что с 2012 года именно наша фракция в основном занимается этим вопросом. Вы знаете, вот сейчас я предлагаю послушать мнение рядовых казахстанцев. Верят ли они, что похищенные деньги будут возвращены в государственный бюджет? И вот что они говорят. Вот можно ли вернуть эти деньги? Нет, не вернут. Почему? Почему? Да потому что с этими странами, которые деньги офшоры держат, там такая политика, что они любыми судьбами постараются эти деньги не вернуть. Они что расстанутся? Им же прибыль, проценты идут с этих денег, с этих офшоров. Они живут за счет этих денег. Как же они их отдадут? То есть вы же зарплату отдадите? Нет. И тоже эти страны не вернут деньги. Ну а что, деньги народу, если они доказуемы, что действительно государственные деньги, почему бы не вернуть? Ну это мое мнение. Для того, чтобы их вернуть, надо доказать. Депутаты пусть думают, решают, как их вернуть, если есть возможность. Ну, при большом усилии, мне кажется, реально. Все равно, так же просто это, как-то люди, наверное, вот особенно молодые, мне кажется, они в этом разбираются, можно, мне кажется, вернуть. вряд ли не знаю не знаю у меня вообще надежды на это нет нет не верю просто я не верю вообще чиновникам не верю не верю не почему не верите они найдут выходы что нервную ну лучше конечно не воровать но мне кажется мнение народа разделилась 50 на 50 кто-то верит кто-то нет кто-то нет даже мильды ерденович я хотел бы знать ваше мнение вот вы лично верите но я хотел бы сказать что пока у нас данная социально-экономическая система и и система государственного управления вот вернуть эти деньги будет совершенно невозможно потому что при всех с учетом того что подключается он к этому вопросу пусть подключается он я считаю что самая беззубая международная организация это он вот возьмите сколько было всяких конфликтов всяких воин прочее что он сделал вообще чтобы мир восстановился во всем мире ничего не может сделать ничего и поэтому наш президент то есть первый президент несколько раз высказывался о том что нужно реорганизовать оон я с ним полностью согласен надо реорганизовать оон чтобы она зубастая была организация чтобы могла влиять на мировые процессы но мне кажется вот этот шаг именно и показывать что происходят какие-то сдвиги ну сдвиги сдвигами а организация это осталось на прежней платформе согласны если бы она прошла там прошли бы какие-то реформы какая-то реорганизация тогда можно было бы сказать ну комиссии создали да и тем более что комиссия обязательно только регионы должны участвовать а почему не по государству ведь в конце концов тут в общем то интересы государств и не только вообще вопрос мы узко ставим офшоры 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 на самом деле тут же ворованные деньги идут не только в офшоры вот любая вот любая страна я считаю что он сегодня по крайней мере это международная организация предприняла сегодня конкретные меры конкретные меры и предлагает эти меры не только красивый он деловой потому что именно высокие высокие высокий квалифицированные специалисты со всех почему потому что я согласна с вами возможно их активная деятельность она сегодня вы знаете что он поставит цель устойчивого развития для достижения этих целей необходимая и прозрачность в том числе и для создания условий для счастливой жизни они ставят задачу это планеты всей то есть он это кто это мы все с вами зависит от карта как страна хорошо я выслушал ваши красивые слова вот теперь хотелось бы сказать да красиво звучит особенно когда вот вы применяете такие терминологии замечательно а на самом деле смотрите любое государство может дать политическое убежище если человек вложит банк свои деньги вот тот который обокрал всех этих больных свое время в америку поехал миллион положил американский банк все америка защищает его не выдает храпанов поехал в швейцарии вложил швейцарский банк все теперь он при этом заявляет что существует проблема по возврату этих денег из-за разницы в законодательствах стран законодательства но он же не может изменить законы внутренние даже путин конституцию меняет в какую сторону чтобы международные законодательные акты не имели такого перевеса над отечественными а мы же живем в вопросе что офшоры это не есть совсем все так плохо а что для чего создаются обшоры давайте обшоры создаются для того чтобы аккумулировать деньги за всякими малыми островами офшорными стоят в общем-то крупные бизнесмены начинают ротшильда и так далее но они в тени и офшоры работают аккумулируют деньги с другой стороны чтобы аккумулировать чтобы собирать эти деньги они гарантируют тайну секреты что откуда она произошла источники кроме того освобождает от налогов вот таким образом стимулирует вот и когда чиновник какой-то узнает это же вообще ни для кого не секретное офшоры это всегда это экономический инструмент в офшоры уходит бизнес тогда когда в своей стране ему не очень комфортно мы говорим о конкретно заработанных деньгах и о бизнесе в офшорах создаются определенные льготные условия и самое главное условие по регистрации по налогообложению обязательно и самое главное условие то что офшорные страны они не контактируют с другими странами то есть никогда ты последнего бензара не узнаешь то есть это определенные условия но для того чтобы бороться с офшорами надо просто создавать хороший инвест климат в своей стране для того чтобы бизнесмены мы говорим сейчас а честно заработанные о людях предприимчивых говорим сейчас не о коррупционерах у нас не под запретом вывод денег он может открывать там если у него извините он здесь как заработал там хочет чтобы меньше налогов платить больше какие-то свои какие-то бизнес-проекты которые здесь он не может осуществить потому что он боится рейдерского захвата своего бизнеса если у него какая-то супер бизнес идея там ему относительно гарантировано то что такого рейдерского захвата не будет главное чтобы эти движения средств были прозрачные это раз во вторых чтобы они были честно заработанные то есть мы говорим сегодня о тех деньгах если мы говорим о деньгах коррупционеров это говорим о том что непосредственно банковская тайна она должна быть запрещена на банковские счета государственных чиновников их ближайших родственников членов семьи на руководителей квази государственного сектора как правило такие счета открывать на подставные лица для того чтобы эти именно потому что эти люди связаны не со своими собственными деньгами из бизнеса они связаны с бюджетными деньгами они с народными деньгами поэтому эти деньги они должны быть прозрачный подконтрольный и и счета они не имеют права открывать если даже они открыли они должны значит не должно быть банковской тайны кто открыл за кем открыл тогда я думаю что это он группа понимает и с вами абсолютно согласна о том что сегодня вернуть деньги в страну практически любую страну не только нашу выведенные за рубеж они это очень сложный процесс и абсолютно с вами согласна что они в основном выводят это англия лондон который создает условия для своих инвесторов и значит и сша да такие страны но это же они же и приходят как инвесторы мы же тоже создаем инвест климат поэтому вот эта группа я думаю что будет выявлять действительно ли инвестор и именно гармонизировать все законодательства от стран чтобы мы могли эти деньги вернуть то есть не мешало ничего нам какие-то законодательные какие-то препоны какие-то значит договориться между собой все страны о том что вы правильно говорите чтобы не принимать какие-то деньги проверять откуда это деньги или это действительно инвестор деньги которые заработал мы продала да мы это бюджетные деньги но мы знаем что в британии уже объявили охоту на необъяснимо богатых людей но и в списке большая доля выходцев мы знаем что и страны снг и первое под внимание попала супруга бывшего главы международного банка азербайджана за мира гаджиева ей дали срок семь дней чтобы объяснить происхождение своего богатства иначе будет все конфисковано правда уголовные дела они сказали заводить не будут ну а прямо сейчас прежде чем продолжить разговор я предлагаю послушать кто они самые известные казахстанцы которые вывели большие суммы за границу и какие офшоры самые популярные в мире запасной аэродром или кто и сколько денег вывел в офшоры первым в нашем список вошел бывший аким алматы виктор храпунов он обвиняется в хищении более 300 миллионов долларов за счет продажи городского имущества сообщается что на присвоенные деньги бывший мэр приобрел роскошные автомобили виллы предприятия и другие активы в калифорнии нью-йорке европе и на ближнем востоке следующий в списке бывший чиновник и экс-банкир мухтар аблязов оценкам экспертов аблязов вывел из казахстана до 10 миллиардов долларов в тройке оказался и экс-премьер-министр казахстана акижан кожигельдин который вот уже 22 года проживает за рубежом точная сумма хищения экс-премьером не сообщается известно лишь что речь идет о сотнях миллиардов тенге еще один экс-чиновник который сейчас припеваючи проживает в одном из европейских государств экс-акима траубергей раскалиев помимо создания преступной группировки раскалиев обвиняется хищение 71 миллиарда тенге замыкает этот список бывший советник председателя совета директоров банк рбк буквально месяц назад жомарт ертаев признал свою вину сумма причиненного ущерба экс-банкирам составила 373 миллиона долларов тем временем в мире существуют десятки офшорных юрисдикций и стран которые предлагают специальные налоговые режимы для тех кто желает зарегистрировать компанию на их территории министерство финансов казахстана признала 62 государства офшорными юрисдикциями так одним из самых популярных мест является обелис расположенный в карибском море обеспечивает полную конфиденциальность данных собственников бизнеса освобождает от налогов и сдачи финансовых отчетностей такую же категорию офшоров входят сейшелы и британские виргинские острова для регистрации в этих зонах необходим лишь паспорт владельца компании никаких требований к уставному капиталу также нет при этом имущество владельцев защищено от конфискации и ареста а вот к примеру сингапур который не является офшором в классическом понимании привлекает бизнесменов и инвесторов со всего мира причина специальный налоговый режим действующий для предпринимателей к этой же категории можно отнести гонконг и кипр айнур и мангали фариза болот бег специально для атомикен бизнес ну вот на 1 января 2020 года мы знаем что около 33 казахстанцев чиновников находится в розыске за границей все не обвиняются в хищении госсредств и еще плюс 30 в розыске по нашей стране ну и как мы уже слышали есть данные что сумма похищенных средств равен примерно годовому ввп нашей страны и это только то что мы знаем по вашему мнению реальная сумма украденных средств примерно во сколько в разы больше я не могу сказать потому что если следовать официальным данным то несколько лет тому назад уководитель национального банка сказал признал ему официальное лицо государственно он признал enduring 수 в цифру 100 миллиарда сто миллиардов а значит эксперты сегодня говорят 住attan awesome эта такая сложная процессе я думаю что но я думаю что и эта сумма если она огласили сто шестьдесят смельяда эксперты значит национальный банк онковидомационального банка признают 100 миллиардов, но это было несколько лет назад, то я думаю, что это достаточная сумма для того, чтобы нам ее вернуть. И я думаю, что многие социальные вопросы, социальные программы, которые сегодня стоят перед нашей страной, и именно создание хорошего инвест-климата, хорошего бизнес-климата для наших предпринимателей в нашей стране, я думаю, будет способствовать развитию нашего государства. Я бы обоими руками был бы за тому, что вы сказали. Но самое интересное, что в офшорной зоне не предприниматели кладут свои деньги, которые боятся рейдерских захватов или еще каких-то там плохой бизнес-климат. Нет. В офшорных зонах мы находим наших госчиновников. Вот в чем проблема. И эти деньги не предпринимательские деньги, а это государственные бюджетные деньги. Вот разница какая большая, очень крупная. Теперь 160 миллиардов это только то, что в офшорных зонах. А я вот сейчас приведу пример там по Храпуновым, там, Бимамбаям, другие. Ведь есть другие, так сказать, ворованные деньги, которые так просто не учтешь. А кроме того, есть деньги ворованные, на которых покупаются замки всякого рода там, яхты и так далее, и так далее. Это даже президент неоднократно озвучивал. Говорил, ваши яхты там это. А почему вы, когда кризисная ситуация, не помогаете бизнесу? Это даже президент Назарбаев говорил. Я думаю, что нужно воспользоваться вот этой рукой помощи ООН, которую ООН протянула к нам сегодня. Это не помощь, это я думаю, что проблема не только Казахстана. Общемировая. глобальная проблема, которая сегодня, как ООН признает в своем вот обращении, если вы читали, что это мешает в принципе развитию всей планеты. Это мешает именно большой разрыв, способствует большому разрыву между бедными и богатыми, социальной несправедливостью. И те цели устойчивого развития, которые поставила сегодня ООН, они просто недостижимы без решения этого вопроса. В итоге партия АКЖОЛ подала запрос Министерству иностранных дел и теперь стоит вопрос в том, чтобы мы ждем ответа от них. Ну, тут главное теперь не упустить момент и воспользоваться всеми возможностями, которые дает нам это от обращения ООН. И хочу сказать, что несмотря на всю критику, которая прозвучала сегодня в адресе ООН, все-таки намерения у них благие, я хочу процитировать, ООН говорит, что все украденные средства могут быть направлены на искоренение нищеты, сокращение масштабов неравенства, защиту окружающей среды и обеспечения мира и справедливости для всех. Ну, вот так выглядит общая дорожная карта по преобразованию мира. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Все-таки вы пессимист, будем надеяться на лучшее. Нет, почему? Спасибо большое за беседу, спасибо за то, что пришли, ну а мы продолжим и смотрим.